Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, сегодня мы с вами сыграем декабрь и январь. Я никуда не планирую уходить из Реала, вроде как неплохо мы сейчас выступаем. Но все равно после этого сезона я буду переходить либо в Буддус Лигу, либо в французскую Лигу 1. Посмотрим, что у нас сейчас по результатам. У нас матч в запасе, сейчас будем играть против Эйбара. Если побеждаем, у нас 36 очков и всего лишь 5 очков отставания до Атлетика Мадрид. Будем играть также еще и Суперкубок Испании. Против Валенсии у нас первый полуфинал будет. Ну а там еще Барселона будет в финале, то это, надеюсь, будет легко. Здесь мы обыграли Арсенал. Здесь у нас последний матч против Интера как раз в Лиге Чемпионов. Нам надо их только выигрывать и тогда мы выйдем с первой строчки. Лига Европы вроде никому не интересна. Интересно только там, начиная, наверное, где-то с четверть финала. Смотреть. Здесь мы попали уже на чемпионат Европы, но группы пока что еще неизвестны. Мы начинаем у нас домашний матч против Эйбара. Пусть они играют в домашний. Расстановку вы видите. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабел приветствует нас снова. Домашний матч. Мадридский Реал против Эйбара. Очередной тур чемпионата Испании. 15-й. Если мы сегодня выиграем, то у нас будет отставание в 5 очков до Атлетика Мадрида. Ну, отставание отыгрываемое. Поехали. И какой гол? Братарь вообще не понял, что сейчас произошло. Да я и сам. Десятая минута. Мадридский Реал выходит вперед. Наш очередной гол за сливочных. Ну и классно. Здесь разыграли. Просто обыграли дважды одного защитника. И это 1-0. Наложеным еще и убрали. И из-за предела штрафной забили этот гол. Я вообще не понял, почему сейчас голкипер не отбил. Защитники не накрывали этот удар. Ну, странно как-то было. Ну и какой-то наш гол. Восьмой гол в чемпионате Испании. И забивай. Какую голевую мы еще отдали. 15-й минута матча мы отдаем на молодого игрока с рейтингом 64. Гасама у него фамилия. Он на нас отдал как-то в матче. Я не помню, против кого против сельки. Мы вроде играли. Он на нас отдал передачу. Мы сравняли 1-1. Но тут уже 2-0 мы ведем. Гол плюс голевая у меня. Но это замечательно. Первый гол Хабьера. Где Хабьер? Хабьер все-таки. Хабьер Гасама забивает. Пакета. Вот. Наверное, сейчас только вышел. Сразу голевую оформил. И да. Пакета только что выходит. Оформляет на нас голевую. Наш дубль в сегодняшнем матче. Есть еще, между прочим, время, друзья, чтобы забить хэтрик за сливочных. Вроде мы такого еще не делали. Дубль мы забивали. Ворота Испаньола, я помню. Но еще кому-то мы тоже забивали дубль. Замечательно все сейчас здесь получилось. Убрали на ложном. В ближний пробили. Супер. Наш 9-й гол. Неплохо. И как же сейчас шикарно мы можем забить хэтрик, а? И забиваем наш первый хэтрик. Первый хэтрик за Мадридский Реал. Просто уже нужно подбежать к болельщикам, поблагодарить их за то, как они меня приняли. Мы забиваем хэтрик. Замечательный матч. Хэтрик плюс голевая. И это только начало декабря. Поэтому у меня есть все шансы, чтобы стать игроком месяца. Я не знаю, кто у нас будет еще там по соперникам в чемпионате. Сейчас глянем. Но 10-0 в первом же матче декабря мы получаем. В Наполе мы становились игроком месяца. Это было в августе. Нам там просто действительно повезло. А здесь мы уже просто должны на своих качествах вытягивать 10-й гол за Мадридский Реал в чемпионате Испании. Подача. Ну и все-таки забивает Эйбар Вальдо с углового. 20 минут остается до конца. Ну а Вальдо забивает свой второй же мяч в чемпионате Испании. И мы забиваем Покер. Покер, друзья, в ворота Эйбара. 5-1. Просто невероятный забивной матч у нас. Тем более это первый матч в нашем сегодняшнем выпуске. Если я не ошибаюсь, то это 27-й выпуск карьеры. Как круто сейчас сыграл и Бруно Фернандеш. И я еще открылся без офсайда. И левой ногой мы забиваем 11-й гол за Реал в чемпионате Испании. Ну а что выходит? Вместо Варана, наверное. Позиция у меня новая ФРВ. С ФД что-то убрали. Разгромная победа Реала на Дейбар М5-1. Наш Покер и одна голевая за матч. Сколько мы ударов нанесли? 8 ударов. 50% реализация. Оценка 10-0. 4 мяча и голевую. Все мы оформили. 15 голов уже за сезон. Итак, у нас Лига Чемпионов. Набрали мы хорошую форму. Я надеюсь, против Интера мы замечательно должны сыграть. Нам нужна только победа. Мы играем на выезде. Будет тяжело. Но победить мы должны. Нас берут. Это отличный шанс проявить себя против Интера. Да и тем более в Лиге Чемпионов. Мы, если я ничего не путаю, мы не забивали за Манчестер Сити ни одного гола в Лиге Чемпионов. И последний наш гол вообще был. Это за Наполи вроде в Лиге Чемпионов. Когда мы выходили в плей-офф. Я даже не помню, с кем мы там играли. С Барселоны вроде тоже. Так что мы со второй строчки вышли. Вот такая расстановка. Туман на Сан-Сиро. Какой-то, наверное, норвежец будет насудить. Ниальф Латен. Поехали. Итак, заключительный тур группового этапа. Мы играем против Интера. Сегодня нам нужна только победа ради того, чтобы выходить в плей-офф с первой строчки. Нам это будет легко. Зидан нам доверяет в последних матчах Лиги Чемпионов. Забить нам никак не удается на протяжении двух сезонов за Реал. Вот сейчас за Манчестер-Сити мы забивали вот только два сезона назад за Наполи в Лиге Чемпионов. То есть Аякс, Наполи вот только за эти две команды мы забивали в них. И участвовали в Лиге Чемпионов за четыре. Аякс, Наполи, Манчестер-Сити и Мадридский Реал. Вот. Мадридский Реал в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов. Я намерен выиграть вместе с Реалом. Почему бы и нет? Лучший клуб в истории Лиги Чемпионов должен выигрывать обязательно. И, ну сейчас там, забей, ты уже по пустым, да! Наш первый гол за Мадридский Реал в Лиге Чемпионов. Наш первый гол в Лиге Чемпионов за последние два года. Мы забивали последний раз в Наполе. И очень важный гол мы сейчас забиваем. Нам нужно выигрывать Интер в гостях для того, чтобы ходить с первой строчки. Все, 1-0, да еще и левой ногой с добивания. Со второй попытки у нас все-таки получилось. Замечательно мы отыграли. И первый гол в Лиге Чемпионов. Спустя два сезона мы забиваем. За три клуба мы уже в Лиге Чемпионов забили. Аяц, Наполе и Мадридский Реал. Неплохо, бои. А бои-то мы можем проходить-то. И голевая еще и в Лиге Чемпионов. Бруно Фернандес делает счет 2-0. И, скорее всего, мы уже точно выходим с первой строчки. Очередную голевую мы отдаем в Мадридском Реале. Мы это умеем, мы это практикуем. И хороший действительно пас здесь получился. И Фернандес забивает. Какой для него это гол в Лиге Чемпионов? Для него уже второй, кстати. И выходит Азар. Как сказать, добить Интер. Пакета. Ван Дебек. Бруно. Ой, как же это сейчас. Филигранно было это наш дубль в сегодняшнем матче. 90-ая минута. Мы забиваем два мяча Интеру. И просто разгром еще и делаем. Дубль плюс голевая за сегодняшний матч. Наш второй мяч в Лиге Чемпионов. Очень приятно действительно. Посмотрите, как это было все-таки сыграно. Я еще и попросил замену где-то на минуте 60. Ни одной паузы не было. И вот сейчас нас только будут менять. Наш второй мяч в Лиге Чемпионов. Выходит Тайович, наверное. Ну а мы досматриваем остаток матча уже. Разгромная победа Реала над Интером. 3-0. Наш дубль и голевая приносят нам 3 очка в Лиге Чемпионов. Это означает, что мы уходим с первой стройки. 8-6 у нас оценка из-за того, что заменили. Могла быть и 9-4. Так, ну мы же лучшие игроки. Да, 8-6 заслужено. Всего лишь один удар в створ от Интера. У нас 8 прям было. Локомотив проиграл Леону. И тем самым вообще у себя шансы потерял на выход в Лигу Европы. Ну и вот такие вот дела. Изменения в расписании. Скорее всего там уже известны соперники наши. Но у нас сейчас будет играть с Бетисом. Я поэтому и попросил замену, чтобы хоть как-то быть готовым к этой игре. Не знаю, выпустят или нет. Сейчас узнаем. Да, мы выходим на матч против Бетиса. Ну и сейчас мне очень интересно, как все-таки там складывается у нас ситуация в Лиге Чемпионов. Я отвернусь, если все-таки там уже известно. Так, это не сюда, понял. Еще ничего неизвестно, но давайте тогда сразу и посмотрим. Бавария не может быть нашим соперником. Мы можем сыграть, кстати, против Наполи. Против нашей бывшей команды. Наполи. Челси наш соперник, который нас заменит. Честер-Сити очень сильно тянули, набили. И вроде Челси выиграли. Пример-лигу я чуть не помню. Атлетика Мадрид. Милан может стать нашим соперником. Это будет интересно. Барселона может стать. Нет, не может. На стадии 1-8 не может. Так что это нам хорошо. Эта группа нам вообще не попадется. Так, здесь вот мы. Байер может попасться. Немецкая команда против немецких. Мы играли в Лиге Чемпионов за... Я не помню, за Наполи вроде. Против Шарики мы играли. Тоттенхэм. Наш возможный соперник. И также Ювентус. Так что у нас есть два шанса сыграть против своей бывшей команды. Ну, вы увидели все наши команды в Лиге Чемпионов, за которые мы играли. Сейчас давайте здесь посмотрим. Сити выходит с первой строчки. Что там по Аяксу. Он опять вот вылетает. Даже Загреб их обыграл. Дома вон 4-1 там было. Так что пока что еще неизвестно. Выходим мы на какую команду в 1-8. Неизвестно. Можем против Наполи, можем и против Ювентуса. Вот это будет опасно. Наш матч выездной. Форма, кстати, у нас неплохая такая. Дождь на стадионе. Азар в старте. Поехали. Итак, очередной матч чемпионата Испании. Мы приехали в гости к Реалу Бетису. Отставание у нас все так же. Вроде 5 очков до мадридского атлетика. Мы им проиграли очную встречу. Это обидно. Который вроде в Брайтоне был. Тоже вратарем. И какой гол головой, друзья. Четвертая минута матча. Мы забиваем. Это 1-0. И мы бежим к Зиндину Зидану. Отпразднуем с ним этот гол. Первый вообще наш именно отпразднутый гол. Зиданом. Просто замечательно. Вы просто посмотрите. Выбежал. Я еще так попросил. Дай, дай. И как-то так затылком перевел. Но спасибо еще игрокам, что они стали добивать мой удар. Потому что мне очень надо забивать. Я забил 4 мяча в прошлом матче. Я отдал голевую. Оценка 10-0 у меня была. Мне надо вот в чемпионате очень хорошо играть в это месяце, чтобы стать лучшим игроком матча. И месяца. Это, конечно, месяц. Минимальная победа Реала над Бетисом. Забили единственный гол на четвертой минуте. Бетис последние 30 минут просто катал мяч и не дал мне даже замениться. Это все. Вообще матч без моментов. Ну и у нас 39 очков. 4 очка до Барселоны. 5 очков до Атлетика. Все так же у нас и остается. Сейчас давайте посмотрим, сколько у нас там уже забитых мячей. Два мяча нам остается до Антуана Гризмана из Барселоны. Два мяча всего лишь. У нас матч против Депортива Алавеса. Ну и здесь мы все, кстати, задания выполнили. У нас оценка хорошая. Голы сделали. Удары. Голевую передачу даже отдали. Ну и новые задачи. Отлично. Нас хотя бы не берут на матч с Депортива. А то я очень устал. Выходит Йович в матче. И, конечно, друзья. Какой-то Алавес нас дома обыгрывает. И все. Это сейчас вообще, наверное, шансы все на чемпионство у нас пропадут. Конечно, нас еще откинуло. 8 очков сейчас уже разница. 8. Как так можно было проиграть-то? Играем дома против Лиганеса. Это последний матч, если я все правильно понимаю, в чемпионате в этом году. Поэтому если мы сейчас замечательно с вами сыграем, забьем там хэт-трик, то мы должны обязательно становиться игроком месяца. 2, если матча замечательно провести из трех, в которых я участвовал, ну это заслуженно, я должен попадать. Итак, стадион Депортива. Нет, это мы не против Депортива сейчас играем. Мы играем против Лиганеса. Против Депортива мы проиграли с счетом 2-1. Дома тем более. 8 очков отставаний. Я просто сейчас не знаю, друзья. Я попрошу все-таки все равно, чтобы меня выстрелили на трансфер, просто чтобы посмотрели, какие предложения. И если вдруг, вдруг так случится, нам предложит Атлетика Мадрид, я перейду. Наплевать на Лигу Чемпионов даже. Ну, просто если предложат. Вот, все. Ван Дебек. Ты шикарен, брат. Ты шикарен, но это пенальти. Это пенальти, заработал на пенальти 7.5. Оценка уже. Я надеюсь, я хочу пробить. Можно? Нет, конечно же Бруно. Забей по-братски хотя бы. Забивает, отлично. Все, сейчас поспокойнее пойдет игра. Заработал я пенальти, оценка 7.5. Бруно Фернандеш его пробил. Момент хороший, но теперь надо нам самим забивать. Ну, Бруно Фернандеш забивает с нашей голевой. Отличный его дубль. 8.4 у нас оценка. Возможно, друзья, сейчас действительно все это хорошо сложится у нас. Получим мы все-таки игрока месяца. Но все-таки, посчитайте. Три матча я всего лишь отыграл в этом месяце. Из четырех возможных, просто потому что меня даже не взяли. Забил пять мячей. Отдал на данный момент две голевые передачи. Почему я не должен становиться лучшим игроком месяца? Я еще и пенальти вот заработал. И вообще в сегодняшнем матче практически, можно сказать, две голевые так отдал. И забили мы все-таки 9.3 оценка, друзья. Надеюсь, сейчас нам все-таки получится действительно завоевать игрока месяца. Потому что давно у нас не было, во-первых, этого звания. Так же практически, как и гола в Лиге Чемпионов. Два года мы ждали. Но все замечательно. Убрали, убрали, все. Тринадцатый. Тринадцатый гол. Остается нам один гол до Гризмана. Если он, конечно, не забьет в сегодняшнем матче. С кем там, я не знаю, Барса играет. Разгромная победа Реала над Лиганесом 3-0. Заработали пенальти, отдали голевую, забили гол. 9.3 у нас оценка. Я надеюсь, что я должен стать игроком месяца. Потому что два матча я отыграл на великолепную такую оценку. 10 голевых еще за сезон. Ждем, друзья, решения. Ждем решения и смотрим. Так, проводим тренировку. Прокачали короткий пас и навесы. Это неплохо. Ну и сейчас я все-таки попрошу нас выставить на трансфер. Я надеюсь, это возможно, да, запросить на трансфер. Вот она моя статистика. Пока что в Лиге Чемпионов два матча отыграл, два гола забил. Голевую еще и отдал в Суперкубке. Ну вот вы видите все сами. Талантов вроде пока что у меня нет никаких. Пенальти у меня, кстати, 81. Почему мне тогда не дают их пробивать? Ждем решения Зидана там по поводу того, чтобы меня продать. Решил этого не делать, Зидан. Почему? Ты меня ратируешь в составе с Йовичем, которого контракт заканчивается. 8-9 хоть у него рейтит, но это лучше играет, чем он. Так. Он опять решил меня не продавать. Мы будем добиваться до последнего, чтобы хотя бы выставил, я посмотрел, какие клубы у меня хотя бы могут сделать предложение. Реально или нет, это чтобы мне Бавария, ПСЖ сделали предложение. Вот. Так. Очередная тренировка подкрутку. Вот сейчас хотя бы уже прокачал. 77 стало. Ну что, сейчас-то ты меня уже выставил? Да. Зидан нас выставляет на трансер. Отлично. Будем ждать предложения. Просто хотя бы посмотреть, какие клубы интересуются мной. Все-таки неплохой сейчас сезон. У меня 19 голов, 8 голевых за 16 матчей. Ну и все, смотрим. В номинантах, во-первых, сейчас я должен появиться. Это главное, во-первых. 10,074 и 9,4 у меня была оценка за, так сказать, этот месяц. Я обязан попасть. Я обязан стать кандидатом на включение в команду года. Это что, полузащитники? Кандидаты декабря. Давайте смотреть. Я не попал? Вы серьезно? Что сделали? Я разъебал потом Вернер, Феликс и Сауль. Они ничего не сделали. Про меня даже вот писали, что клубу Геога Долот возвращается. Потеряли право защитника мы. Замечательно. Так, защитники. Меня не взяли. Я попал в команду недели, но меня не взяли в команду. Точнее, в номинанты даже месяца. Как к этому относиться, я вообще вот просто не понимаю. Так, мне пришло предложение от кого-то. Наверное, предложение о трансфере. И смотрим. Атлетика Мадрид, друзья. Мне предлагают Атлетика Мадрид. До какого числа там не написано? Так. Я бы принял, действительно. Потому что мне нужно выигрывать чемпионат. 8 очков у нас сейчас с отставанием до Атлетико. Я не верю в то, что феще такое возможно про Лигу Чемпионов. Просто меня Ювентус, по сути, не выпускал. Сейчас с кем играет Атлетика? Они играют с Наполи как раз в Лиге Чемпионов. Я могу перейти. Давайте сыграем матч с Валенцией. А там уже вот мы посмотрим. Потому что Атлетика не играет в Суперкубке. Выиграю, если и перейду. Так вот спокойно мне будет. Друзья, у меня снова не сохранились просто файлы. Я не понимаю, что это вообще происходит сейчас. Ну, это очень обидно, что вот такие вот файлы не сохраняются. Я все-таки решил перейти в Мадридская Атлетика. Я не знаю, на каком моменте вообще закончился видеофайл. Мы перешли в Мадридская Атлетика. Дошли до полуфинала Суперкубка Испании с Реалом. Выиграли там Валенсию 1-0. Дошли до финала. В финале я не играл. Мы проиграли в Барселоне с Реалом 2-1. И тем самым я перешел за 51 миллион 900 тысяч или 200 тысяч. Я уже не помню. В футбольный клуб Атлетика Мадрид. Так что вот. Это очень обидно. Ну, как так-то? Не сохраняются файлы. Бальде. Замечательно. Нас пас отдает. Хорошо, мы проходим Рудигера. Ну да, Тештегин, конечно, у нас сейчас мяч отбирает. Тештегин я забивал в составе Реала. Тогда мы победили минимально Вальклассика 1-0. А вот и Гризман. Бывшая игрой ОПА, тут и Нерес подсоединился еще. Гризман и Феликс. Главные вот звезды сегодняшнего матча. Нерес, но был в оксайде. Хороший момент. Отлично. Я с мячом. Оп-оп-оп, накрутил-навертел. Ну, ешкин ты матрешкин. Ну что же, поехали. Пьянич. О, отлично. Это замечательно. Камело, пожалуйста, пробей в ворота. Как ты сейчас промахнулся, брат. Леонель Месси, я думаю, он уже карьеру закончил. Отбивает облако его удар. Данджума Гроен. Прямо по центру. Давид Нерес, наш бывший одноклубник по Аяксу. Забивает, естественно. Но мы сейчас промахнемся. К мячу подходит Кейта. Смотрите, наблюдайте. Конечно. Но это постоянно так. Гризман сейчас забивает. Кто бы сомневался, друзья. И теперь нам надо забивать два удара. Фелиш подходит к мячу. И он, естественно, отбивает. Барселона проходит Атлетика по пенальти в четвертьфинал Кубка Испании. Это просто вот, ну, дичь. Не может быть такого, чтобы вот все удары у нас не залетели. Не может быть такого. Почему-то даже скипнуть не могу сейчас эту заставку. Не хочу вообще на это сейчас смотреть. Все. Вылетаем практически как и с Манчетс Сити в прошлом сезоне. Ну, а Реал там с Реал-Валидолидом будет. Сейчас еще будет на самом деле обидно, если Реал больше с кубков завою, чем я, с Атлетика. Реал проходит дальше. Реал-Валидолид. Нам просто опять, ну, не повезло сейчас жеребевкой. Зачем сейчас-то Барселону нам дали? Ну, что же, у нас последний матч против Асасуны. Мы играем дома. Замечательный стадион. Ванда Метрополитана. Это, вроде, вообще первый мой матч за Атлетика дома. Поехали. Итак, наш первый домашний матч за Атлетика Мадрид. Играем против Асасуны. Если я ничего не путаю. Ну, и посмотрим, как мы сегодня сыграем. Мы вылетели в 1-8 кубке Испании от Барселоны по пенальти. 2-0. Ну, нереально это. Ну, и сейчас у нас минимальное отставание в лиге до Барса в 1 очко. Ну, решай. Да как? Ты не забиваешь Фелиш. Молодец. Хотя бы так. Вообще без разницы. Нам лишь бы сейчас выигрывать с Атлетика. Фелиш. И Кейта. Пробивай. Кейта 2-0. Отлично. Теперь можно действительно сейчас уже спокойно играть, когда забивают. Лучше бы так с Барсой они играли, нежели чем с Асасуны. Отдаем голевую, можно сказать, на Фелиша. Ну, это засчитается или нет? Это автогол, скорее всего. Вообще даже. Да, Серхио Эррера забивает автогол. Забивают и забивают именно автоголы тогда, когда я отдаю голевую передачу уже. Разгромная победа Атлетика над Асасуной 3-0. Мы не сделали ни одного результативного действия, но вот так вот. Перешли, наверное, только за чемпионством сюда. И просто созидаем, смотрим, как все-таки Атлетика самостоятельно обыгрывает другие команды. Мы верим, мы надеемся, что Барселона сыграла в ничью хотя бы, либо проиграла какому-нибудь сопернику. И... Нет, они выиграли. Понятно. У нас очередная тренировка. Вот. Да, вот 51 миллион 200 мы перешли в Атлетика из Реала. За 5 матчей 2 гола у нас одна голевая. Почему-то здесь даже не пишут, что я к ним перешел. Это еще более странно. Все. Не знаю, как там сейчас у Реала складываются дела. Но давайте я вам покажу. Я не знаю, с какого момента. Вообще, наверное, если с переходом... Из Реала, то вот. Против Реал Соседада, это мой первый был матч за Атлетик. Мы сыграли в ничью, я забил первый здесь гол. Против Гранады мы выиграли 2-0. Я вроде ничего там и не делал. Вроде как. Против Севилья я забил гол и отдал голевую передачу. Ну, а дальше вы уже видели. Там ничья против Барселоны мы вылетели. Ну, и здесь вот ничего я не сделал. Так что очень тяжело в именно этой карьере играть. Это просто тяжело. Это просто обидно. И все, заканчивается трансферное окно. Мы перешли за 51 миллион 200 тысяч в мадридское Атлетико. Ну, и все. На сегодня этот выпуск завершается. Так, прочитаем все сообщения. В следующем выпуске у нас будет Лига Чемпионов. Уже понятно, 2 матча мы сыграем. Также со сборной здесь товарищеские матчи Турция и Болгария. Ну, как к чемпионату Европы мы готовимся. Также, ну, тут прям март насыщенный, я смотрю. Против Реала будет игра. Последняя прям, если не перенесется. А может, кстати, из-за того, что если мы пройдем на поле в Лиге Чемпионов. Ну, и подводим итоги, друзья. Как без этого? Мы перешли из Реала, который занимал четвертую строчку. Они сейчас это занимают. У нас было отставание 8 вроде очков. Сейчас их уже 6 очков. У нас сейчас одно отставание в очко от Барселоны. Потому что, ну, из-за этой долбаной ничьи с Реал Соседадом. Здесь у нас, естественно, Барселона вынесла Валенцию 3-1. Реал 2-1 вынес. Атлетик. И вот здесь вот как раз противостояние. Если сейчас Мадридский Реал в полуфинале в двухматчевом противостоянии вынесет Барселону. Я просто закончу карьеру. Ну, это громко сказано. Просто буду так гореть. Потому что Реал проиграл финал Суперкубка Испании в Барселоне 2-1. Мы перешли из Реала. И можем еще сейчас без трофея остаться. Я уже надеялся именно на Кубок Испании с чемпионатом. Но просто будет что-то невероятное. Ну, и здесь что? Милан ПСЖ, Тоттенхэм Бавария, Наполи Атлетика, Барселона МЮ. Байер Реал, Ювентус Лейпциг, Челси Дортмунд, Интер Арсенал. Сейчас, на данный момент, посчитаю раз, два, три, четыре. Четыре клуба, в которых я играл, вышли в 1-8 лиге чемпионов. Ну, и я как могу тоже посмотреть. За другие команды, за какие я бы не играл. Ну, Локомотив, можно сказать, не считается. Тут другие не выходили. За те другие клубы, которые я играл, они, вот только Аякс не вышел в плей-офф, потому что Манчестер Сити против Лерала будет играть в 1-16 лиге Европы. Ну, и очень у нас все скудно по голам, потому что не выполнено. Средняя оценка выполнена, удары тоже выполнены, надо 5 голевых передач и 9 голов. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok